Глобальная цель этого исследования – выяснить, можно ли было заранее, основываясь на новостях из деловых источников, спрогнозировать масштаб кризиса, последовавшего за эпидемией коронавируса. Начавшийся в Китае в конце 2019 года. Таким ресурсом может выступить портал РБК. Чтобы достичь поставленной цели, следует решить три большие задачи. Первое – это выгрузить с портала все новости, релевантные нашей теме. Второе – провести предварительную обработку выгруженной информации. И третье – применить методы анализа к выгруженной и предобработанной информации. Приступим к выгрузке информации с портала РБК. Полагаю, логично брать не все новости за определенный период, а новости с упоминанием Китая. Поскольку интересно, насколько был прогнозируем текущий кризис в тот период, когда эпидемия еще была локализована в пределах Китая, даже конкретнее в пределах отдельных его провинций. Запрос по слову «Китай» и станет точкой входа алгоритма выгрузки информации. Поэтому URL-адрес портала не вполне подходит для того, чтобы служить точкой входа. Логично сначала ввести запрос, посмотреть, как изменится ссылка, и эту новую ссылку использовать для автоматизированной выгрузки информации. На сайте есть окно для введения поискового запроса. Здесь довольно ограниченные опции в виде рубрик. Поскольку развернувшийся кризис является всеобъемлющим и затрагивает даже спорт, полагаю, правильно мне ограничиваться какой-то рубрикой. Ввел поисковый запрос и внимание на адресную строку. Автоматически портал направил запрос в один из своих разделов, а именно РВК-Ньюс. Это ограничивает объем потенциальной выгружаемой информации, поэтому я сниму это ограничение. Еще раз запущу. В выдаче нет информации о том, сколько элементов она содержит. Единственное, что здесь можно уточнить, период, за который следует искать информацию. Но и здесь список вариантов довольно ограничен. Это либо какая-то конкретная дата, либо сутки, неделя, месяц или весь период. Очевидно, нас интересует период примерно декабрь 2019 года, январь и, может быть, февраль 2020 года. При помощи имеющихся опций такой поиск настроить невозможно, поэтому придется собирать информацию за все время. Для написания кода, посредством которого я выгружу информацию, я использую среду программирования Python 3 и оболочку для его использования под названием Anaconda. Внутри Anaconda содержится редактор Jupyter. Именно туда я и обращаюсь. Мне потребуются библиотеки, во-первых, для осуществления связи между моим компьютером и удаленным сервером, на котором хранится информация с портала РБК, и, во-вторых, библиотека для обработки выгруженной информации и структурирования содержащегося в ней кода. Пожалуй, самыми простыми и популярными библиотеками для этого являются Requests и BS4 соответственно. Эти библиотеки по умолчанию устанавливаются вместе с установкой Anaconda. Поэтому при написании конкретного кода остается только активировать эти библиотеки, для чего используется команда Import. Если требуется не вся библиотека, а только какой-то класс из нее, можно воспользоваться командой FromImport. После запуска этого чанка, посредством сочетания клавиш Shift-Enter, библиотеки активированы. Можно их использовать. Теперь я формирую URL-адрес с поисковым запросом. Чтобы данный скрипт был более-менее универсален, на случай, например, если я решу искать не по слову Китай, а по какому-то другому слову, например, коронавирус, я формирую переменную, куда при помощи команды Input будет записываться мой поисковый запрос. Этот запрос может состоять из более чем одного слова. Единственное, мой скрипт предполагает, что эти слова будут разделены пробелом. Запускаю этот чанк посредством того же сочетания Shift-Enter. И ячейка выполняется. Выполнение длится, пока я не впишу сюда свой запрос. Нажимая Enter, чанк выполнился. Можно переходить к следующему. На случай, если поисковый запрос содержит более чем одно слово, я разделяю этот поисковый запрос по пробелу. Если объект Query является текстовым или на языке программистов строковым, то есть String, то после расщепления этого объекта по пробелам, если, конечно, пробелы в нем содержатся, при помощи метода Split или, другими словами, функции Split, в данном случае можно считать это синонимом, объект QueryList становится списком. Довольно точно можно узнать, что какой это объект является списком, если он записан следующим образом. Слева и справа от него находятся квадратные скобки, а внутри часто находятся запятые. То есть элементы списка ограничены скобками, и внутри списка разделяются запятыми. В свою очередь, текстовый, строковый, стринговый объект можно узнать по кавычкам, которые ограничивают этот объект слева и справа. В этом чанке я формирую новый строковый объект посредством объединения всех элементов списка QueryList через символ плюса. То есть, если в QueryList находятся элемент китайский и элемент биржи, например, они разделены там запятой внутри. После применения функции Join они объединятся в одну строку, в один текст «Китайский плюс биржа». Слева кавычки, справа кавычки. И запишутся в объект URL Query. В моем случае выполнение этих ячеек не обязательно, поскольку у меня запрос состоит из одного слова, но я запущу, тем не менее, и эти ячейки. В следующей ячейке содержимое URL Query подается внутрь будущей ссылки, по которой мой компьютер и будет обращаться к серверу РБК. Адрес ссылки является строковым. У него по краям кавычки. Значит, да, скорее всего, строковый. Но внутри есть переменная область, выделенная фигурными скобками. Она нужна как раз для того, чтобы я мог подавать разные запросы и при этом не менять свой код. В этих фигурных скобках будет располагаться содержимое функции формат. Аргументом функции формат как раз является тот текст, который я сформировал в предыдущем чанке. И он попадет в эту переменную область, ограниченную фигурными скобками. Так работает функция формат. Таким образом, после выполнения этого чанка получается требуемая ссылка. Эта ее часть является постоянной, и эта ее часть обеспечивается переменной областью, находящейся в фигурных скобках. Ссылка сформирована. Я могу направить свой компьютер по этой ссылке. Для этого я вызываю библиотеку Requests и ее функцию Get. Аргументом этой функции выступает как раз ссылка, которую я только что сформировал. Результат работы Get будет записан в новый объект под названием Resp. От слова Response. Запускаю этот чанк, вывожу содержимое объекта Response, вывожу содержимое объекта Resp, и в нем я вижу Response 200. Это означает, что соединение между моим компьютером и удаленным сервером успешно произошло. Любой другой код говорит о том, что соединение не состоялось или результат соединения не тот, на который я рассчитывал. Если строковые объекты или списки это простые объекты, одномерные или с малым числом измерений, то Resp в данном случае это объект, относящийся к библиотеке Requests. Resp это очень многомерный объект. увидеть сразу все его содержимое невозможно. Если обратиться к нему непосредственно, как я здесь обратился, я просто получаю код. Код ответа. Чтобы увидеть содержимое, чтобы увидеть его содержимое в текстовом формате, я могу применить к этому объекту атрибут текст. Я пишу название этого атрибута, ставлю точку, нажимаю таб, вижу здесь все возможные атрибуты. В частности, здесь есть атрибут текст. Запускаю. Вот весь текст, который передан мне с сервера RBK. бывает так, что несмотря на код 200, сервер не передал нужный текст и передал что-то другое, например, CAPTCHA. Поэтому неплохо бы убедиться, что действительно здесь есть какая-то содержательная информация. я вижу здесь осмысленные тексты, поэтому в какой-то мере могу быть уверен, что сервер RBK передал мне то, что я хотел. Сейчас для машины это нерасчлененный текст, содержащий множество различных символов. На самом деле это код страницы, содержащий выдачу поискового запроса. Это код вот этой страницы. Чтобы увидеть код этой страницы, следует запустить веб-инспектор. В любом месте этой страницы кликаю правой кнопкой мыши и выбираю inspect. Открывается область с кодом. Здесь код всей страницы и начинается он с треугольных скобок восклицательного знака доктайп html бла-бла-бла и имеется явное соответствие с тем, что передал мне сервер РБК. Треугольная скобка восклицательный знак доктайп html бла-бла-бла. Но еще раз на сайте это код у меня это нерасшлененный не структурированный текст. Чтобы дальше и мне и компьютеру было проще ориентироваться в выгруженном тексте, его следует структурировать или другими словами распарсить. Для этого я использую класс BeautifulSoup из библиотеки BS4. Поскольку я активируя библиотеку BS4 использовал команду from import и сразу забрал класс BeautifulSoup я могу непосредственно его вызвать. Если бы я написал import BS4 и этим ограничился, то здесь мне пришлось выписать BS4 точка BeautifulSoup. Аргументами класса BeautifulSoup выступает во-первых то, что нужно распарсить в моем случае это текстовая выдача сервера РБК и во-вторых это библиотека для парсинга и во-вторых это словарь для парсинга внутри BeautifulSoup существует несколько и самый популярный по умолчанию выводимый это LXML Результат распарсивания текста я сохраняю в объект под именем HTML и вывожу теперь машина понимает что здесь содержится HTML код той страницы откуда была выгружена информация к сожалению не всегда выгруженный код полностью соответствует оригинальному коду в редких случаях случается несоответствие иногда это несоответствие программируется специально авторами кода сайта чтобы затруднить веб-скрепинг в данном случае соответствие имеется по крайней мере за все время работая с сайтом РБК я не нашел примеров такого несоответствия и это хорошо теперь пара слов об HTML языке вообще он нужен чтобы писать сайт чтобы скрепить сайт нужно знать его самые азы вернемся в веб-инспектор во-первых следует знать что HTML язык состоит из тегов увидеть тег можно по треугольной скобке если что-то начинается с треугольной скобки то скорее всего это тег тег head тег body тег script и так далее бывает что вы видите треугольную скобку и слэш это означает что вы видите закрывающий тег обычно теги встречаются парами открывающий дальше идет какая-то информация и потом закрывающий тег но не все теги встречаются парами некоторые теги встречаются по одному например тег разрыва на странице бр второе что нужно знать что теги иерархически структурированы есть теги более высокого уровня они находятся левее в веб-инспекторе есть теги более низкого уровня или вложенные теги они находятся правее например этот тег скрипт находится внутри тега бали этот тег див находится внутри этого тега див можно свернуть и не будет виден вложенный тег див можно развернуть и он снова будет виден и другие теги тоже вложены если треугольная скобка открылась и после некого наименования идет пробел то обычно после этого пробела идет атрибут тега в данном случае это класс атрибуты нужны чтобы уточнять теги тегов самих по себе очень много и они нужны для того чтобы оформлять визуализацию и функционалу страницы атрибуты нужны чтобы дополнительно дифференцировать каждый тег в данном случае есть два тега див они расположены на одном иерархическом уровне но у этого атрибут класс содержит вот такое содержимое а у этого атрибут класс содержит другое содержимое и сразу можно понять что это не два однотипных дива с атрибутом класс а это два не однотипных имеющих немножечко разных функционал дива с одним и тем же атрибутом класс но разным содержимым атрибута класс зачем это знать дело в том что теги формируют универсальную структуру веб-страники формируют различные визуальные блоки при помощи них оформлены различные шрифты различные цвета гиперссылки и так далее и содержимое этих блоков может быть разным а структура блоков универсальна еще раз универсальность этой структуры блоков задается структурой html тегов вот например один блок второй блок третий блок они организованы одинаково но содержимое у них разное и извлекая нужное нам содержимое из всего выгруженного кода страницы мы будем ориентироваться как раз на эти самые универсальные блоки или адреса допустим я не буду собирать название рубрик из формы для поиска я буду собирать содержимое этих блоков там ниже наверняка есть блок с рекламой из него я тоже не буду собирать информацию я буду собирать информацию только из определенных блоков как найти эти блоки я вижу слева вот первый блок кликаю на нем правой кнопкой мыши еще раз нажимаю инспект и вижу вот она вот оно содержимое этого блока оно следует после тега спан тег спан и дальше курс доллара на 14 апреля этот тег спан находится внутри другого тега спан который находится внутри тега див как раз на один из этих тегов и можно ориентироваться чтобы обращаться в дальнейшем не ко всему вот этому огромному коду страницы а только содержимому однотипных блоков с текстом как осуществить обращение к интересующим блокам содержащим тексты в данном случае я обращаюсь при помощи как раз тега див с атрибутом класс и содержимым атрибута lroj overflow js search container название тега его атрибута и содержимого я подаю в качестве аргумента функции find функция find применяется ко всему объекту html объект html это объект относящийся к библиотеке beautifulsup это тоже очень многомерный сложный объект возьму только часть кода соответствующую поиску тега div с этим атрибутом и содержимым что здесь будет здесь будет фрагмент который содержит все интересующие меня блоки и этот фрагмент гораздо меньше и конкретнее чем весь исходный код страницы но он все еще недостаточно конкретен чтобы остались только ссылки на новость и заголовок и абстракт новости поэтому я уточняю запрос используя функцию find all функция find находит первый попавшийся элемент удовлетворяющий условию вот этому условию а find all находит все элементы удовлетворяющие этому условию функция find выдает один элемент функция find all выдает список элементов список начинается с квадратной скобки и отделена от следующего элемента запятой вот первый элемент первый элемент соответствующий первому искомому блоку здесь все еще остается код который мне нужен наравне с текстом который мне нужен и гиперссылка которая мне нужна поэтому чуть дальше я предприму еще один шаг чтобы достать из этого фрагмента исходного кода именно то что мне нужно я назвал объект в который поместил этот список блок потому что он содержит блоки узнаю сколько блоков находится в объекте блок для этого использую очень полезную команду len всего 20 всего 20 объектов но ведь выдача по запросу китай явно гораздо более объемная здесь гораздо больше чем 20 блоков но дело в том что эта страница имеет одну неприятную особенность эта страница с бесконечным скроллингом или другими словами бесконечной прокруткой каждый раз прокручивая скролл я получаю дополнительную выдачу но если я хочу выгружать информацию автоматически то я не буду скроллить чуть позже я решу эту проблему а пока что закончу извлекать текст из первых 20 блоков я достану интересующий меня текст то есть заголовок и абстракт новости плюс гиперссылку из каждого блока при помощи цикла for in этот цикл проходится по некоторому диапазону в моем случае это будет числовой диапазон поэтому я использую команду range при такой записи цикл пройдется с нулевого по умолчанию элемента до элемента с номером который выводит данная команда то есть до номера 20 не включая его важная особенность пайтона нумерация в нем начинается с нуля то есть первый блок первый в человеческом понимании имеет номер 0 последний из 20 имеет номер 19 поэтому счетчик цикла примет значение 0 1 2 3 4 5 6 7 8 и последнее значение которое он примет будет равно 19 результаты работы цикла будут записаны в объект который назвал search list перед циклом он формируется как пустой список то есть скобки без содержимого после двоеточия начинается тело цикла тело цикла обязательно идет с отступом равным одному табу если я в этой строке выберу отступ то я выведу этот элемент кода из тела цикла в каждой из этих трех строк я формирую свой объект объект для заголовка новости объект для абстракта новости объект для гиперссылки на новость формируя каждый из этих объектов я обращаюсь к этому блоку и в этих двух случаях я снова применяю функцию find но теперь я ищу тег span с атрибутом класс и содержимым search item title и search item text search item title что логично находится в заголовок новости а search item текст содержит абстракт новости дальше я применяю функцию для извлечения самого текста get text с пустыми скобками и в случае если предполагается возможность лишних технических символов на концах текста я еще применяю функцию strip чтобы получить гиперссылку я непосредственно к этому блоку применяю функцию get и атрибут href get href позволяет из этого блока ну например из блока номер 0 вот идет блок номер 0 достать содержимое атрибута href вот атрибут href вот его содержимое это как раз искомая гиперссылка в этой строчке кода я записываю список все три объекта которые до этого сформировал на данной итерации цикла записываю список или другими словами добавляю в список при помощи функции append добавляю список из этих трех объектов на каждой итерации список будет увеличиваться на один элемент содержащий три объекта и того если итерации 20 список search list будет содержать 20 элементов в каждом из которых будет три объекта вывожу содержимое списка search list первый элемент содержащий три объекта второй элемент содержащий три объекта и так далее 20 элементов если бы задача выгрузки содержимого портала РБК решалась этим скриптом полностью я мог бы закончить этот скрипт оформлением собранных данных в таблицу оформление в таблицу происходит посредством библиотеки пандас эта библиотека тоже встроена в анаконду поэтому ее тоже достаточно активировать посредством команды импорт пандас обращаться не целиком по имени а по краткому имени я использую импорт с вместо пандаса буду использовать имя pd в следующем чанке я обращаюсь как раз в библиотеке пандас по короткому ее имени пиде дальше обращаюсь к содержащемуся в библиотеке классу data frame data frame это и есть название такого рода таблиц и в качестве аргументов этого класса я использую во-первых search list как содержащий нужные данные и во-вторых записываю название будущих столбцов подаю название будущих столбцов опять же в виде списка из трех элементов каждый элемент в данном случае строковый и результат таблица с двадцати строками начиная с нулевой по девятнадцатую и с тремя столбцами заголовок новости абстракт и неприсылка в следующем видео я выгружу всю информацию с портала РБК по поисковому запросу Китай а не только первые двадцать элементов